мы изучаем такую тему как что бесит бальзака бальзак это человек который сосредоточен на мало того что на тонком мире на он тот человек который живет в тонком мире но также еще интересный момент что он живет не только в тонком мире но его внутреннем мире это базовая функция белая интуиция она отвечает за то что за вот эти тонкие проявления поэтому вот минус первая функция это то что бесит когда бальзаку например говорят что ты ты вообще здесь ты с нами ты ты как бы ты ты здесь ты рядом или ты ты где вообще бальзак может быть часто увлечен какой-то идеей какими-то размышлениями он может быть как-то предается воспоминаниям например да вот он считает это очень важным очень важной частью своей жизни и жизни вообще любого человека это его прошлое например да то как он жил раньше потому что это формирует базу его в настоящем на его как личность формируют именно то что он делал в прошлом поэтому твои прошлые поступки твое прошлое он может погружаться в это прошлое думать об этом очень много да об этом поэтому ему говорят что ты можешь как-то быть здесь с нами ты можешь как-то быть более конкретным более настоящим ты можешь как бы не летать где-то в облаках или ты выглядишь что-то очень болезненно как-то я смотрю ты не заболел случайно это бесит как бы вот эти вот придирки к твоему состоянию на ты можешь более конкретно описывать то что я у тебя спрашиваю вот кто-то спрашивает бальзака там вот это вот это там можешь можешь не сказать ответить на вопрос ну и бальзак как-то интуитивно ответит да в общих чертах как правило ты можешь более конкретно говорить не так расплывчато не так туманно можешь как-то ответить более конкретно более приземленно что ли за это бесит бальзака как бы что значит более конкретно приземленно я тебе ответил как ответил вот так как у меня пришло изнутри вот так и тебе и ответил да потом это мир образов это мир фантазий да это мир прошлого времени какого-то до настоящего будущего он очень хорошо чувствует ритм происходящего этот человек да вот как все происходит знаки допустим ты можешь не обращать внимание на знаки это все это все сказки это все выдумки этого не бывает это какая-то эзотерика это фантастика ты где живешь вообще ты в реальном мире живешь или ты в каком-то живешь просто придуманном какой-то сказки вообще ты где вообще живешь ты здесь нами или нет ты очень способен что-то делать вообще в этом мире или ты просто так будешь как бы что-то придумывать там где-то летать в облаках когда ты уже спустишься на землю сюда нам это то что бесит это то что бальзак может быть слышит это что его бесит конечно же такие люди которые не верят ни во что не понимают что на самом деле все происходит из тонкого все рождается на самом деле изнутри все все оттуда идет изнутри сначала любое действие оно проявляется сначала на тонком плане и потом только потом только на грубом со временем только но проявляется на грубом плане поэтому самое важное это тонкий мир то что внутри человека вот это самое важноеち и внешние проявлениях уже это второстепенная вещь. Достаточно второстепенные вещи. Это не так важно. И более того, сосредоточение на вот этом внешнем считается злом вообще для Бальзака. Это считается злом. Ты слишком много времени уделяешь внешним вещам. Ты слишком много полагаешься на что-то внешнее. Как говорил Антон Павлович Чехов, да, в человеке должно быть всё прекрасно. И душа, и тело, и мысли. Но Бальзак бы сказал так, что душа, душа должна быть прекрасна, она внутри. И мысли. Тело это уже достаточно второстепенный такой момент тела. Больше важно душа и мысли. Это то, с чего всё начинается. То, что рождает всё остальное. Далее. Эмоции, да. Это мы говорили про первую. Сейчас вторая. Это эмоции. Это болевая функция у Бальзака. Это не эмоциональный человек Бальзак. Он считает, что эмоции это вообще в принципе зло. Если бы не было эмоций, было бы гораздо легче жить на этом свете. Без эмоций. И люди, которые эмоционально как-то воздействуют, например, на окружающих, такие как Дюма, например, Дюма, Гамлет, например, Юго, вот такие люди. Есенин. Это считаются люди очень странные и очень как бы такие насильственные люди. То есть люди, которые подвергают остальных насилию, потому что они заставляют как бы другого человека думать так, как ты хочешь. Ты начинаешь как бы своими эмоциями воздействовать на другого человека. Это очень плохо. Ты плохой человек, несомненно, вне всяких сомнений. Да, ты должен предоставить свободу человеку. Он должен свободно, да, вот он как чувствует, так и не надо воздействовать на других людей эмоционально. Это является насилие, это харассмент, это насилие. Когда нужно как-то вот обратиться к человеку по имени, например, нужно эмоционально как-то понять человека, когда почувствовать его состояние внутреннее. Это считается таким достаточно энергозатратно очень. И он предпочитает, Бальзак предпочитает это убрать из жизни как-то. Ну, не важно, там эмоциональное состояние человека не так важно, да. Это он предпочитает игнорировать, а даже если не игнорируют, то всё равно это даётся очень трудно. Бальзак, он считает это злом, это бесит, эта тема, что вот надо человека как-то вот понять эмоционально, надо его как-то понять, что он чувствует, например, что он переживает. А это, это впечатлительнее слишком человек, да. Он слишком переживает эмоции. То есть это как бы считается злом. Человек не должен пережать эмоции, он должен быть просто вот как-то сосредоточен, как-то вот внутри, внутри находиться в своём внутреннем мире. Главное вот находиться в своём душевном, внутреннем комфорте. Вот что важно. Вот этот внутренний комфорт, вот этот уют внутренний, вот это внутреннее состояние, такого, как сказать, равновесия, полного равновесия. Это как медитация, да, Бальзаки любят медитацию, потому что это внутренняя невесомость, это лёгкость, это гармония. Самооценка у Бальзака – это белая этика, и здесь противоречия возникают. Белая этика отвечает за отношения, допустим, вот, у меня хорошее отношение с моей девушкой или с женой, у меня хорошее отношение с родителями. А вот это чувствует, это греет душу, это у человека возникает такой подъём, он чувствует, что он настоящий человек, что он растёт в глазах окружающих. И в своих глазах он тоже растёт, потому что у него есть взаимоотношения. Кто-то принимает его как личность, кто-то принимает его как человека, кто-то приблизился к нему и развил с ним очень близкие, доверительные отношения. Этот человек, значит, если кто-то со мной развил, значит, я настоящая личность, я хороший человек. Да, потому что люди не просто так развивают со мной отношения, потому что я хороший. Ну, понятно, Бальзаки тоже бывают разные, но в целом отношение такое, такое, что типа, ну, иди гуляй, Вася, там, всё, просто отрезал и всё, нормально всё. Но с другой стороны, хочется взаимоотношений близости, вот этой эмоциональной, такой настоящей, тёплых, тёплых, как это слово называется, сердечных, родственных отношений. Да, вот это то, что хочется Бальзаку. Ну, и последняя функция, которую мы рассмотрим, это седьмая функция, это чёрная интуиция. Когда человек сосредоточен слишком на внешнем, потому что белая интуиция отвечает за внутреннее проявление, да, за его внутренний мир. А чёрная интуиция отвечает за внешнее проявление, поэтому внешнее проявление, оно как бы вытесняется. Вытесняется, это то, что считается злом вообще, в принципе, да, внешнее. Вот концентрация на внешнем, что всё зависит от чего-то внешнего. Нет, всё не от внешнего, всё зависит от внутреннего. Вот это пословица «красота спасёт мир», например. Нет, не красота спасёт мир, вот то, что вокруг нас. «Мир спасёт внутреннее состояние человека, внутренняя гармония». Вот что спасёт, ну, вот это внутреннее состояние, да, это то, что на чём сосредотачивается Бальзак. Это более важно, когда кто-то говорит, что вот внешние проявления, вот благодаря чему-то внешнему, чьим-то качествам или каким-то событиям внешним, что-то там, что-то, что-то. Нет, всё-таки более важно внутреннее. Итак, мы рассмотрели этот замечательный тип, что бесит Бальзакан. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам интересна тема взаимоотношений, пожалуйста, переходите в телеграм-канал мой, он будет в описании. Всем удачи, всем пока.